Приветствую вас! Давайте попробуем разобрать то, что вы написали. Давайте попробуем вместе с вами подумать о том, что с вами происходит и как вам можно помочь. Я прочитал ваш текст. Мне видится несколько основных проблем. Я не буду пока что их озвучивать, но мне видится несколько основных векторов, вот таких трудных, где действительно есть над чем поработать. Вам. У меня пропал смысл жизни и пришла апатия. Пишите вы. Вы знаете, вот когда я изучал психологию личности, нам рассказывали о личностном смысле, о потере личностного смысла. О том, что это такое, как это вообще происходит, да? И, понимаете, вот когда человек говорит, что у меня пропал смысл жизни, ну, это звучит так на самом деле для меня. Это звучит так, что у него никогда не было смысла жизни. То есть личностного смысла, смысла только для меня, смысла только для вас, а не было. Никогда. Понимаете? Он не мог пропасть. Мысл жизни. Если он был. То есть, если вы будучи взрослый, ну, уже достаточно осознающим себя человеком, то есть получая какие-то знания, получая какие-то посылы от своих родителей в детстве. Так вот, если вы вот это все имели, да, то смысл жизни у вас не исчезнет. А если вы всего этого не имели и жили на каком-то ложном, чужом смысле, да, то вот он и исчез. Но это не ваш смысл жизни. Это смысл других людей. А смысл жизни, он для каждого человека свой. И он, как правило, ищется самим человеком. И, на мой взгляд, он, ну, определяется очень многими вещами, да. То есть, сейчас разговаривать о смысле жизни, это, мне кажется, немного философская тема. Вот. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы в этот момент поняли, что у вас не было смысла жизни изначально. Вы жили не своим, не личностным смыслом. Понимаете? И когда внешний стимул пропал, внешний стимул ушел, вы просто-напросто оказались потерями. И только вся в том, что вы не знали, что с этим делать. И до сих пор не знаете. Апатия. Ну, интересно, что слово апатия вы здесь выделили в виде ссылки, которая ведет на какой-то сайт. Я не знаю, зачем вы это сделали. Не знаю, для чего вы это сделали. Вот. Но, давайте сразу определимся, что апатия – это состояние, при котором человек отказывается что-либо делать под воздействием, неких сил, которые как бы тянут его в разные стороны. Человека, я имею ввиду. И в этом контексте, в контексте того, что апатия – это следствие, реакция человека на вот это вот, на давление извне, и невозможно справиться с этим давлением, на мой взгляд является наиболее таким близким к истине определением апатии. То есть, в апатии, на самом деле, есть много определений, да, это нежелание, нежелание чего-либо делать, подавленное настроение, там, всякое такое. Но это не раскрывает смысла именно глубинного апатии. Вот именно как реакция на невозможность реализовать какие-то символы извне, невозможность противостоять и использовать некие силы, которые тянут вас в разные стороны, как правило. Это, мне кажется, наиболее хорошее и наиболее мощное определение апатии. Да, затяжная апатия, вот вы пишите пятый год, это уже довольно серьезно. Я полагаю, что здесь у вас уже привычки образовались, я полагаю, что здесь у вас уже образовались некие когнитивные карты. То есть, когнитивная карта, это, ну, такая устоявшаяся модель поведения, которую человек использует, даже не задумывается. И я бы не сказал, что вам сейчас нужно что-то делать насильно, я бы не сказал, что вам сейчас это имеет смысл. Имелось смысл, возможно, в самом начале, когда это только-только произошло. Но, имелось смысл делать то, что вам нравится, имелось смысл тогда задуматься об этом. Сейчас это уже смысл не имеет, вы привыкли. Так, значит, четыре года назад закончил университет. Сначала я училась, как и все, а в школе у меня был яркий символ ее закончить, ведь все заканчивают. Ну, то есть, я хочу быть такой, как все, да, не хуже других. То есть, это такой вот посыл, посыл. Будь такой, как все, и, собственно, будет тебе счастье, да, будет тебе радость. Вопрос, правда, заключается в том, ну, хорошо, будьте вы такой, как все, а дальше что? Ну, будьте вы такой, как все, и что? Вот вы говорите, яркий символ, ведь все заканчивают. То есть, получается, что это такое, знаете, обесценивание своей индивидуальности. То есть, я закончу школу не потому что я хочу ее закончить, а я закончу школу, потому что ее все заканчивают. Довольно странный стимул. Такое впечатление, что вы стремитесь к одобрению. Вопрос только в том, к одобрению кого? Что это за одобрение такое? Странное. Будь такой, как все, не высовывайся, и, соответственно, все будет здорово. Хуже всех мне быть не хотелось. Вот тоже интересный момент. Момент. А что вообще вы понимаете под хуже и лучше? Что это такое? Что вообще устанавливает границы того, что хуже и лучше? Чем обусловлено ваше мнение о том, что если вы закончите школу, вы будете лучше? Ну, такой же, как все. И если вы не закончите школу, вы будете хуже. Вы будете не такой, как все. Да. Но не хуже. Понимаете? Хуже и лучше это оценочное суждение. И это оценочное суждение вряд ли принадлежит вам. Дальше. Я примерно учился движимой этой целью. Но это не ваша цель. Я не знаю, чья это цель, но это не ваша. Родителей, может быть, но не ваша. То есть, уже в школе вы руководствовались не своими желанными. Может быть, у вас есть такой императив, что я не могу хотеть чего-либо. Я не разрешаю себе хотеть чего-либо. Может быть, еще что-то. Но это не ваша цель. После окончания школы, как у всех, у меня появилась цель в особо-то не стала поступить в университет. Опять же, как у всех. Не у вас самой, а как у всех. А вам самой что принадлежит? Вам самой... Чего хотелось тогда? Понимаете? Я бы вот вернулся бы в детство, да? И, во-первых, посмотрел, кто эту цель вам вложил. И, во-вторых, вспомнил бы, чего вы хотели тогда. Уверен, много нового вы бы узнали. Далее, значит, так, появилась цель поступить в университет, ведь все поступают. Скажите, вы действительно считаете, что то, что все поступают, это вообще какой-либо аргумент? Отставать явно не хотела. Опять же, отставать. Почему вы решили, что отставание, да, это плохо? Я вот хотел сказать про оценки. Знаете ли вы, какую цель преследуют оценки? Ничего не нужны. Показать, что у человека получается, а что нет. Что ему нравится, а что нет. К чему у него есть способности, а к чему нет. То есть там, где оценки плохие, это не человека. Там, где оценки хорошие, это его. У нас принято учиться на все хорошие оценки. То есть, по сути, я должен учить все и не должен увлекаться ничем. Ну, вы как коллега психолог, я думаю, можете меня понять. Ну, это, то есть, грубо говоря, супер-эго здесь. Дальше, значит, так, ага. Прилежно зубрила приметы и поступила на бюджет. Потом у меня появилась цель на следующую пятилетку закончить университет и не бросить его. Ведь так, Володина, получить диплом и я получил. Так, значит, цель закончить университет и не бросить его. А зачем? Зачем? Понимаете? Вот вы выбрали психолога. Для чего? Особенно, если с вами случилась трагедия, да, вы об этом в конце пишете. У вас была травма из-за смерти бабочки. И вам самой психолог нужен. Как бы. То есть, зачем вы выбрали психолог? Всегда была четкая цель закончить заведение в конкретном году. Вы знаете, такая программа, как в Советском Союзе. Я вот так почему-то подозреваю, что ваши родные, они тоже, знаете, пятилетками жили. Могу ошибаться, конечно, но тем не менее. Такие очень строгие, видимо, у вас были родители. Либо, наоборот, они были отстраненными. Ну, вот, я не знаю, только, значит, бабочки. Про маму вы сказали, что она вами особо не интересовалась никогда. Вот. Они отстраненными были, и вы так пытались завоевать их внимание. Понимаете? То есть, я хочу сказать, что, вот, ну, это не ваши цели. Понимаете? Вы не получаете удовольствие от процесса. Вы не получаете удовольствие от изучения. Вам не интересен процесс. Вам важен результат. Понимаете? Человек, которому важен результат, вот, по, например, Штаймеру. Да? По Клоду Штаймеру. Человек, которому важен результат, игнорирует интуицию. То есть, ему просто запретили игнорировать интуицию. Ой, ему запретили чувствовать интуитивно. Вот. Говорят, не чувствуй. Да? Как бы. Твое чувство не имеет значения. Запрет. Произошел. Так. После окончания университета я пошла работать. Как и все. Но цели и смысла я уже не вижу. Но у вас его и не было. У вас его и не было. Потому что работа предполагает получение удовольствия именно от процесса, а не от постановки цели. А ради чего все это до окончания века? Ну вот да. Знаете, сколько-то вопросов вы поздно задаете. Поздно задать вопрос. Например, для помощи людям. Как начнет такая идея, если вы психолог и ведете тренинги? Для помощи людям. Для того, чтобы помогать людям, нужно, во-первых, говорить о этой идее, чтобы она была ваша. А во-вторых, нужно, чтобы у вас все было хорошо при этом. Ну, хотя бы вот на психологическом уровне, да, в личностной организации, чтобы все было нормально. А у вас этого нет. И вы не можете помогать людям. А по сути, и психологам доработать нельзя. Сейчас, если так по-хорошему. Потому что вы выжатый лимон, и у вас была травма потери близкого человека. Вот. Ну, я не знаю, может быть, при обучении вы работали с психологом? Ну, как бы, консультировались? Потому что это входит в программу обучения. Вот. Ну, опять же, вы ничего не пишите. А потом, помогли ли вам преодолеть травму или нет. Так, значит, работа мне нравится, но добиться окончания, во что бы то ни стало, этого периода, такую цель поставить уже невозможно. Да, невозможно. Потому что это предполагает, что это вам нравится, и что вы будете заниматься этим. А вам это не нужно. У вас именно цель закончить. Выполнить программу. Доказать кому-то что-то. Понимаете? Вопрос опять же, кому вы что-то доказываете. А без цели я живу, как корабль, который не знает, куда плывет. Да, и цель, и цель вам нужно поставить. И цель не вам нужно поставить, а вам должен кто-то поставить цель. Сами себе вы цель ставите. Для кого-то, так, по крайней мере, вытекает из того, что вы написали. Вот. Здесь нет желания. Здесь нет чувств. Нет. Этого ничего здесь нет. Так. От этого у меня нет никакого желания ничего делать. Ну, здесь, на самом деле, не совсем, знаете, верная позиция, я бы сказал так. У вас нет желания что-либо делать не потому, что без цели вы живете, как кораблик, а потому, что у вас их и не было. То есть, вы подавляли свои желания, вы подавляли свои потребности. Просто брали и подавляли их с самого детства. Вот. Вы приняли решение игнорировать свои желания в детстве. И понятно, что сперва должны быть детские желания, а потом еще все остальное. то есть, детские желания реализацию не нашли. Я не вижу у вас просто этого. Сорветные взрослые желания реализацию также не найдут. После работы ведущая тренингов эмоционально выйдет как лимон. Вот именно. Эмоционально выйдет как лимон. А быть такого, в общем и целом, не должно. На самом деле. Если вам работа нравится. А получается, что она вас выжимает. И вопрос, опять же, если у вас супервизор свой, который обязан быть на постоянной основе, если вы ведете тренинги. Вот. Ну, просто ведете любые групповые какие-то занятия, да. Я смотрю сериалы и поверхностно читаю статьи в интернете. Занимаюсь интернет серфингом. Ааа. Ну, опять же. Опять же. Вот вы говорите, я смотрю сериалы. Как вы выбираете сериалы? Вот мне бы интересно здесь было с вами поговорить. Какие сериалы вам нравятся? Что именно вас привлекает в них? Как вы выбираете сериалы? Я полагаю, что в этом есть ключик к тому, чтобы раскрыть вас. Вас настоящую. Потому что статьи это все-таки не то. Мне что-то подсказывает, что статьи вы читаете не для себя. Вот. А усталость? Нет, это не усталость, безусловно. Ну, во время отпуска я тоже ничего не хочу делать, никакого желания развиваться, пробовать что-то новое у меня нет. А зачем? Развиваться зачем? Пробовать что-то новое зачем? Кто требует от вас это постоянно? Кому вы должны? Понимаете? Опять же, у вас из-за того, что вы считаете, что вы должны развиваться и пробовать что-то новое. Так как будто кто-то изнутри постоянно полкает к этому. И даже стыд испытываете. Вроде бы. Из-за этого. Но не помню там дальше, как это будет. Ну вот. А зачем? Зачем развиваться? Если вам не хочется, то зачем? И вообще, что есть развитие? Что есть пробовать что-то новое? Кто определяет что новое? Кто определяет что развитие? Я вот, например, считаю, что сериалы это тоже развитие. Некоторые особенно. Другое дело, что мало кто с этим согласится. Ну вот. А вот, если вы психолог, если вы ведёте тренинги, то вам нужно постоянно изучать научную литературу. Ну, просто любую литературу по психологии читать нужно. А вы только по их поверхности читаете статьи какие-то. Вот. Вот плохо. Но опять же, это упирается в то, насколько вам нравится ваша работа. Понимаете? Дальше. Потому что я не понимаю, ради чего это всё. Просто для себя, ради себя желания нет. Ради себя у меня вообще желания делать что-то нет. Правильно. Потому что вы считаете себя недостойным. Вы запретили это себе. Вы не любите себя, не принимаете себя, не цените себя, вероятно. И подобное восприятие идёт либо из детства, либо после той трагедии, что с вами произошла. Что касается вашего вопроса, ради чего это всё, не совсем понятно всё что. Что вы работаете для других людей, чтобы помогать людям, если такая ваша ценность. Если такая ваша ценность, то именно эта. Если ценность у вас другая, то лучше эту работу оставить. Ага. Так. Ради себя у меня нет желания что-то делать. Ну, здесь я бы сказал так, что вы склонны к тому, чтобы себя убить. Я уверен, что вас посвящали мысли о самоубийстве. А это посыл родителей, такой невербальный посыл, не живи. То есть я не хочу, чтобы ты жила. Так. Значит разве что поддерживать физическое, психическое на каком-то минимальном уровне, чтобы не деградировать. Ну, опять же я уверен, что сейчас вы это делаете не для себя, а для кого-то ещё. Ради родных, кому требуется помощь, я готова на многое. Ну, я полагаю, что вот это вот то, что вам внучили, что нужно делать при вас для других, а потом для себя. Для себя вообще можно ничего не делать, для других обязательно. Это советское воспитание, я полагаю, что в вашем случае оно сильно, очень сильно. Вы, вот, попробуйте почитать что-нибудь из Советского Союза, ну, из Советского периода. Вот. Вы увидите. Так. Значит. То есть смотрите, вы идеализируете других, обесцениваете себя. Вот. А так не должно быть. Нельзя обесценивать себя. Ну и опять же, опять же, сами себя обесценить вы не могли никак. Сами себя. То есть если вы обесценили себя, значит это произошло по, ну, не по вине, да, а в результате действий, как у кого-то из ваших родных в детстве. Вот. Что вы себя обесценили. Так. Значит. Им не требуется моя помощь или совет? Ну, опять же, им не требуется помощь и совет, знаете, то есть за счет помощи и советов вы живете. То есть за счет делания что-то для других вы чувствуете себя живой, а самих, самостоятельно вы для себя что делаете? А для себя ничего, потому что, потому что себя вы не принимаете. Чувствовать ничего вы не должны. Хотеть чего-то вы тоже, скорее всего, не должны. Не должны. Понимаете, какая история? Вот. Дальше, выходные приходится проводить самой с собой. Ну, здесь я бы задал вопрос о личной жизни, но вы сказали, что у вас есть мужик. Мужик, мы еще вернемся. У меня никаких увлечений, амбитций, стремлений. А вы все это себе запретили. Запретили. Вы приняли решение, что все это не для вас. Пробовал кучу всего делать, но это, опять же, это не для вас все, понимаете? Не для вас. Вы сами себе все это запретили. Это слишком, слишком, такие, знаете, взрослые занятия. А вы еще детские желания не отыграли и не реализовали. Я даже ТВ не смотрю. Вот, мне очень интересно вы написали, даже ТВ не смотрю. А вы считаете, что ТВ стоит смотреть? Вещи, косметика, красота меня не интересуют. Ну, допустим, я понимаю, вы себя отрицаете просто по полной программе. Другое дело, если у вас есть муж, то вы хотите, чтобы муж был счастлив? Вы же для других людей готовили на многое. А мужу, наверное, было бы приятно, если бы рядом с ней была красивая женщина. Так почему вы и не желаете быть красивой хотя бы ради него? Вот. А меня, как будто, кто-то удерживает от глубокого погружения в какую-либо деятельность. Правильно, внутренние запреты. Как будто я намеренно оставляю себя чистой доской для чего-то. Не для чего. Не для чего-то. Чистая доска? Вы не чистая доска. Вы доска, полная запрета. Полное принижение и обесценивание. Вот. Ага. Глубокого погружения в глубокое погружение в какую-либо деятельность. Ну, знаете, если уж совсем психоанализ не вовлекаться, то глубокого погружения в какую-либо деятельность, знаете, можно достичь довольно просто. То есть, вы когда видите тренинги, вы уже глубоко погружаетесь. То есть, это не какое-то, знаете, такое магическое состояние. На самом деле. Вот. Это состояние, скорее, оно обычно. Собственно, его нужно почувствовать. И оно невозможно, если вам не нравится процесс. То есть, если вам не нравится, например, с людьми работать. Так. Вредных привычек нет, а полезных тоже. Возможно, вредные привычки стали бы первым шагом к тому, чтобы обрести себя. Какие бы вы хотели, чтобы у вас были вредные привычки? Что бы они вам дали? Так. Три года назад я забил тревогу. Тревогу мы опять поместили в виде ссылки, непонятно зачем. Ходила к психологу. Мы сделали вывод, что я устала от режима нон-стоп и выдохлась. Все-таки работа и учеба было тяжело, и мне просто нужно отдохнуть, восстановиться. И спустя год-полтора должно пройти. Ну, я не знаю, как это вы пришли к такому выводу и что был за психолог у вас. Но мне кажется, это очень поверхностное такое утверждение. Да, вам было 23 года. Но если вы психологу рассказали бы то, что рассказали мне, Ну, мне кажется, вот то, что я сейчас говорю, это все очень очевидно. Дальше. Ну, не прошло. Да? То есть, не прошло все полтора года. Правильно? И не пройдет. И не пройдет. Ага. Интересно, что вы говорите четыре с половиной года. Непонятно ваше исчисление, почему вы так написали. Но, тем не менее. Здоровье проверяло все нормально. Ну, я бы вам, знаете, я бы вам рекомендовал не к врачу, а к психиатру обратиться для диагностирования своего состояния. Возможно, депрессия у вас, возможно. Вот. И в этом случае необходимы определенные препараты, чтобы вывести вас из этого состояния эмоционально, хотя бы ненадолго. Вот. И чтобы вы успешно проводили психотерапию. Опять же, вы не написали, сколько вы ходили к психологу. Вот. Вот. И какую работу вы делали. То есть, ну, работали ли вы над собой. Так. Опять, вредных привычек нет. Повторяйте, как бы вы. Из этого я делаю, что хочется и хочется, чтобы вредные привычки были. Так. Витамины. Вам. Здесь не витамины. Это явно, конечно. Я чувствую себя дрелым очком, который, когда на зиме заставляю себя что-то делать или узнать что-то новое. Хочется поскорее, так хочется все. Все. И вернуться в свое. А может на это состояние забыться. Бесцельно лазаем в интернете или уткнувшись в фильм. Или узнавая о жизни других вас в всех подробностях. Что ели, а сколько встали. Ну, здесь помимо того, что я сказал, угадывается еще и то, да, значит, что вам вот это вот аморфное состояние ваше что-то дает. То есть вы от чего-то бежите. От чего-то бежите. В реальной жизни, в активной жизни, в развитии вы видите угрозу. Какую угрозу? Это интересный вопрос. Возможно, это связано с памятью о бабочке. Что подознательно вы запретили себе что-то делать, опасаясь, что забудете бабочку. Вот. И ее смерть до сих пор вас очень сильно гложет. Например. Возможно, это случилось до бабочки. И к бабочке отношения никакого не имеет. Потому что вы учили в школе тоже по тому же сценарию. Вот. Аморфное состояние вам что-то дает. И проживание чужих эмоций. Потому что сами, сами вы себе проживать эмоции не позволяет. Это понятно. Дальше. В этот момент меня как будто нет. Я растворяюсь в чувстве вины за безразличие к жизни. Я растворяюсь. И чувство вины за безразличие к жизни меня не гнетет. Ну, хотя бы чувства вины нет. И нет. Потому что я полагаю, именно этого вы и хотите именно к этому вы приметесь. Именно таков был ваш родительский, так сказать, ну, родительское указание, предписание было. Да? Что вы должны жить так. Быть аморфны. То есть, делать что-то необходимое, потому что так боложено. И все. Как бы. Ну. А вас это не устраивает. И забываясь, вы, соответственно, знаете как, заглушаете свое сознание таким образом. Ну, а вот если не забываться. Если не забываться. Если не забываться. И вот вы говорите, забыться. Да? А мощное состояние. Забыться. А если не забываться. Это просто остаться наедине с собой. Просто. Без ноутбука. Без еды. Там. Без всего. И все. Что вы будете делать. Так. Значит. Дальше. Вот вы говорите во всех личных подробностях. То есть, это уже идет оценка. Лишние подробности. Кто сказал, что подробность лишняя? Кто определил ее так? Так. В остальное время я ощущаю постоянную пустоту. Пустоту. Ага. Ну, это понятное ощущение. Безусловно. Потому что у вас ничего нет. На эти четыре года. Видите, что мои близкие чем-то увлекались. Чего-то достигли. А я. Случил с собой усиленность, чтобы умыслить и начинуть данные. Ну, опять. Опять. Люди получают удовольствие от того, что делают. Люди позволяют себе хотеть. Вы этого себе не позволяют. Так бы лежало в забитве. Еще психолог рекомендовал позволить себе полениться. Угу. Ага. Ну, в общем-то, я не буду читать это. То, что вы написали, это, ну, такая рекомендация. Усталость, да, может быть. Но, по вашему описанию, не усталость. А, думал я за мудрство решит это мои проблемы. Да нет. На самом деле, это ошибка. Но, как ошибка? Это то, что вы реально думаете. Что кто-то другой, что-то другое решит ваши проблемы. Нет. Только вы сами способны решить свои проблемы. Ни муж, ни кто-либо еще. И это, опять же, президент Советского Союза, что кто-то или что-то должно решить за вас ваши проблемы. Ну. Вот, чем обусловлено то, что вы так думали? Как, по вашему мнению, должно было это произойти? Все осталось по-преднему мужа люблю. Но мотиватор, когда что-то делать не включил. Даже женское хобби, наготовить, навести уют тоже нет. А это не появится само по себе. Да, здесь есть определенное противоречие. Муж вроде как родной человек. Если вы для родных людей что-то готовы сделать, то почему вы не готовы сделать что-то для мужа? Возможно, здесь еще есть какие-то тонкости, о которых пока я не знаю. О. Но мотиватор сама под себе не включится. Она либо есть, либо ее нет. Соответственно, если вам не хочется заниматься женскими хобби, готовить и наводить уют, то опять же, потому что вы считаете себя недостойным этого всего. Вам это не нужно. Либо нужно что-то другое, что вы опять же забыли сейчас. Либо вы считаете, что этого недостойно. Можно говорить, что у меня нет своего вектора. Ну, на бытовом уровне он может быть и прав. Да, на самом деле, вектор у вас есть. Вектор у вас есть. Это вектор такой, что, ну, я вам сейчас как-то сказал. Да, я не буду повторять. Значит, я немного, знаете, смотрю, что человек, кстати, увлекает, мастерить, читать, развиваться. Понимаете, зависть. Опять хотите быть как все. Да? Поэтому завидуйте. Детей не хочу. Для детей, наверное, надо созреть и что-то сделать в жизни. Кто вам сказал? В моей жизни создались тепличные условия. Жилье, вода, еда, одежда, есть. За выживание бороться не нужно. Не надо. Неужели это единственная цель в жизни? Ну, для кого-то вполне может быть. Вам нужно сперва принять то, что у вас есть. Ампатия, постоянный вопрос, зачем я все это делаю? А, ну, здесь, я могу, могу порекомендовать вам Виктора Франкла с его логотерапией. Вот. Как вариант. Значит, работать, работаю, стыдно сидеть у кого-то на шее. Опять же, что стыдного? Если это ваш родной человек. Кто сказал, что стыдно? Меня пугает именно то, что я не стремлюсь выше. А зачем? Опять же, непонятно. Пугает, что именно? Ну, не стремитесь выше. И что? А если хотите выше, то в чем именно выше? Понимаете ли вы, что выше – это оценочное суждение, которое для каждого имеет свое собственное значение. Никаких притязаний, амбиций. А должны быть. Я неприхватливый, мне впритык хватает. А должно быть по-другому. Ничего не хочу, никуда не стремлюсь. А должны? Должны? Знаете, такое ощущение, что вы просто устали в какой-то момент соответствовать желаниям других. А свои желания у вас уже не осталось к тому времени. Когда я пытаюсь это заняться, мне возникает вопрос – зачем? Правильно. Потому что вам это не нужно. Вы это делаете умом, а не чувствами. А для себя вам ничего не нужно. Вот до тех пор, пока вам для себя ничего не нужно, всегда будет возникать вопрос. А чтобы стало нужно что-то для себя, чтобы стало нужно что-то для себя, нужно позволить себе чего-то хотеть. Знаете? Читаете, когда всего лишь мысли других людей? Нет, не совсем. Это не мысли других людей. Это теория. Это сюжеты. Это не мысли других людей. Вы обесцениваете это. Вопрос в том, для чего вы это обесцениваете? Что джем обусловлено. Обесценивание. Вот. Зачем разнообразно готовить? Ведь главное – насыщить организм веществами. Можно готовить одно и то же. Это проявление депрессивного состояния, проявление депрессии. Я полагаю, что вам нужно обратиться к врачу-психиатру, чтобы он вам диагностировал это. Аааа, так, значит, ну, главное, что она греет и прикрывает тело. А зачем прикрывать тело? Если вам все равно, зачем прикрывать тело? Зачем? Вот вы и подумаете. Ну, греет, ладно, а прикрывать тело зачем? Музыка в фильме – чьи-то выдумки без практического применения. Зачем? Ну, вы же смотрите фильмы. Значит, они вас… Они вас, значит, всем зацепляют. Вот. И каждого человека в фильмах и мультфильмах что-то цепляют. А в музыке и фильмах что-то цепляют. Каждому человеку это для чего-то нужно. Они позволяют какую-то роль. И почему нет практического применения? В музыке есть определенные посылы, в фильмах есть определенные посылы, которые можно воплотить в жизнь. Так что здесь опять же идет обесценивание. И вопрос в том, зачем оно вам, это обесценивание? Кто научил нас обесценивать? Я полагаю, что у вас в детстве была такая же история. Помню, когда я училась, так, значит, в школе были какие-то живые увлечения, встречи, а потом внезапно на моих руках умрала бабушка. 17 лет, которой я очень любил, и мне пришлось быстро взрослеть, искать работу, одновременно учиться и тянуть эту лямку. А какое отношение, простите, имеет смерть бабушки к тому, что вам пришлось быстрее взрослеть? Ну, короче, вы очень любили бабушку, она умерла. 9 лет прошло. Вас это как травмировало? Вы вину испытываете за то, что она умерла? Вы сами потеряли что-то, когда она умерла? Знаете? Опять же, я не вижу связи между быстрым взрослением, поиском работы и смертью бабушки, которая по-любому не работала. Ну. Мама мало занималась моим обеспечением. Может быть здесь зарыта собака, что она была отстранена от вас, и вы пытались добиться ее одобрения. Но это чисто из-за узких предположений, тут нужно разбираться. Сейчас я взрослая, я бы не сказал. И от нее мне ничего не нужно. Я бы тоже этого не сказал. Вы написали, что мама мало занималась моим образованием. И мне ничего не нужно, я бы не сказал так. Здесь прослеживается обида. Ну, опять же, это предположение, но тем не менее. Все мои увлечения и стремления с того момента, как будто выиграли и остались в прошлом. Значит, вы все это делали для бабушки, получается. Для бабушки, а не для себя. Может есть какая-то связь с этим, а может просто детство кончилось. Вы действительно считаете, что детство может кончиться? Простите, не хочу о вас ничего плохого говорить, но плохо вы изучали психологию. Плохо, плохо вы изучали психологию, так по крайней мере мне показалось. Все. Ну, девять лет я живу по инерции. Ну, понятно. Понятно почему. Как мне обрести себя? Насильно это не получается. Ну, вы же понимаете, что обрести себя можно в процессе терапии. Вы же понимаете, что обрести себя можно только в процессе работы. И вы же понимаете, что вам нужна регулярная терапия. Вот. Я, по крайней мере, надеюсь на то, что вы понимаете, что вам нужна регулярная терапия. И вот в процессе этого ваша жизнь будет постепенно меняться. Она не будет меняться как-то, знаете, волшебно. Она не будет меняться, знаете, как-то взрывообразно. Нет. Она будет меняться постепенно. Понимаете? Значит, что я здесь, что я могу вам порекомендовать. Взросную регрессию. Работа с детским эгосостоянием. Выход из тупика, на мой взгляд, второй степени. Экзотенциальная терапия. Может быть, немножко логотерапии. Вот. Я бы сказал. Ну и когнитивная терапия тоже вам бы здесь пригодилась. Вот. Зависит от того, как вы, ну, что у вас лучше получается. Но я бы на самом деле учился чувствовать. Вот ощущение, что вы вообще полностью просто запретили себе чувствовать это. Этому нужно учиться заново. Вот. Парадоксально, что вы написали свой вопрос в раздел депрессии и апатии. Вот. Но при этом самое слово депрессия так и не прозвучало. А ведь все признаки ее есть. Значит, обратитесь обязательно к врачу-психиатру, чтобы он вас продиагностировал. Может быть, выписал какие-то препараты. И после этого рассмотрите вариант либо регулярной терапии на индивидуальной основе, либо в групповой форме. Ага. И обязательно вот эти вот моменты, да, возрастная регрессия, когнитивная терапия. Вот. Эти моменты обязательно озвучите тому специалисту, с которым будете работать. Если будете работать, это его должны направить. Вот. Я бы здесь также гендерный ролик откатнулся, то есть ролевого аспекта. Вот. То есть какая вы женщина, как у вас проявляется женская модель поведения. Вот. Ходите ли вы, например, секса? Если да, то вот вы говорите, что вам вообще ничего не хочется. И секса тоже. Вот. Это еще один очень важный момент вашей проблемы. Вот. Работы много, на самом деле. Не буду скрывать, работы много. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!